Привет, друзья! Сегодня покажу, как очень просто сделать начинку из персиков для тортов, для десертов. Эти персики не получаются слишком мягкие, они вот еще вкуснее, чем получаются покупные в банке, консервированной в собственном соку. Они прекрасно держат форму, их можно нарезать слайсиками, можно кубиками. И, конечно же, добавлять их в любимые десерты и для украшения, и просто для вкуса, и в разные рулетики заворачивать. Для начала я взяла 2 крупных персика, желательно, чтобы персики были плотные, не сильно мягкие, не сильно спелые. Если они будут чуть-чуть недозрелые, такие уверенно тверденькие, это вам даже на руку. Их, конечно же, нужно очистить от кожуры и убрать косточку. Затем разрезаю на произвольные вот такие вот дольки, где-то по сантиметру, ширину каждая долька, и пересыпаю сахаром с ванильным сахаром. На 2 крупных персика я взяла 3 столовые ложки с горкой сахара, добавила чуточку ванильного сахара. И оставить эти персики нужно перемешать и оставить минут на 15-30 для того, чтобы они начали пускать сок. Чтобы они у нас изначально не жарились в кастрюльке, а уже как бы томились. Поэтому оставляю их на минут 20-30. Вот столько сока они за это время у меня пустили. Бывает меньше, бывает больше, все зависит от сорта и ваших персиков. Затем отправляю их на огонь и после закипания с каждой стороны они у меня вот так вот карамелизируются где-то около 2-3 минут с каждой стороны. Когда перевернула уже все персики на вторую сторону, повторю, желательно, чтобы каждый из персиков лежал в сиропе. Добавляю кусочек масла, растапливаю это масло в карамели, так как сироп у нас уже испаряется и получается такая себе карамель. Аккуратненько перемешиваю. Персики до этого момента не должны у вас начать развариваться. Они должны еще хорошенечко держать форму, они у вас потом станут еще немного мягче. Затем сливаю персики и сироп в отдельную емкость и желательно немножечко утрамбовываю для того, чтобы сиропом полностью покрывались персики. И отправляю их остывать, минимум желательно часа 3-4 для того, чтобы они настоялись в этом сиропе, а можно оставить на ночь. И получаются вот такие вот красивые, блестящие и очень вкусные. У них аромат становится более насыщенным и благодаря маслу такой нежной сливочной ноткой это очень вкусно, правда. И для начинок, и просто так покушать, и для украшения. Обязательно попробуйте, это просто, сейчас персики везде продаются, поэтому дерзайте. С вами как всегда был Кекс, друзья, до новых встреч, пока-пока.